Человек задыхается или у него появляется боль за грудиной при подъеме на второй этаж или тем более на первый, это может быть проявлением ишемической болезни сердца. Развитие атеросклероза, безусловно, отчасти связано с наследственностью. Жизнь человека, по сути, висит на нитке, даже не фигурально, а буквально выражаясь. Сосудистыми заболеваниями болеют абсолютно все. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя, а они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь 10 глупых вопросов. Здравствуйте, меня зовут Ярахмедов Тахир Федорисович, я работаю врачом-сердечно-сосудистым хирургом в СМ-клинике. На самом деле не совсем, поскольку все-таки кардиология – это отдельная сложная нужная специальность, профессия. Назвать себя кардиологом со скальпелем все-таки не могу, язык не поворачивается. Мы скорее с кардиологами смотрим на одну и ту же проблему, на патологию сердца и сосудов немножко с разных сторон, с разных полюсов. Кардиология – это, в общем-то, терапевтическая специальность, про то, как диагностировать, про то, как консервативными разными способами, таблетками в том числе, лекарственными препаратами лечить заболевания сердца и сосудов. А хирургия – это все-таки немножко взгляд с другой стороны. Это про оперативное лечение, про определение показаний к операциям и про выполнение этих вмешательств хирургических. Операции совершенно разного профиля. Понятно, что речь идет о патологии конкретных органов – это сердце и сосуды. Однако же сердечно-сосудистая хирургия – это некий такой собирательный глобальный образ, внутри которого существуют некие, скажем так, субспециальности, специализации, направления. В частности, можно подразделить все операции на два больших типа. Это на открытые вмешательства, которые выполняются под прямым контролем зрения, когда орган, сердце или сосуд выделяется, и хирург, собственно говоря, глядя на сам орган, его оперирует. Это открытые вмешательства. Через большой разрез, это все, как правило, выполняется. И закрытые вмешательства, которые выполняются через проколы. Собственно говоря, открытые вмешательства можно подразделить на операции на сердце и операции на сосудах. Вот строго говоря, операции на сердце выполняет врач-кардиохирург. Даже из самого названия понятно, что кардио – это сердце, хирург – хирургия, кардиохирург. Открытые операции на сосудах выполняет сосудистый хирург. Существует еще и третья специальность, называется рентген эндоваскулярная хирургия. Этот доктор выполняет так называемые закрытые или через прокол операции на сердце и сосудах. Но, как правило, при каких-либо тяжелых, протяженных, многососудистых, когда на разных уровнях или сразу несколько сосудов поражены, если мы говорим про, например, операцию на сосудах и артериях, которые сердце кровоснабжают так называемой коронарной артерией, то тогда речь, конечно, идет, как правило, опять-таки, об открытых мешательств. Также существуют некоторые операции, которые выполняются только открытым способом, открытым путем. Например, пересадка сердца, трансплантация сердца, ее невозможно выполнить закрытым образом. Но хирургия развивается, и сейчас все больше операций и все большему количеству людей, в том числе, и уже при тяжелых ситуациях можно помочь малоинвазивными способами, то есть без больших разрезов через проколы. Показания вот потихонечку смещаются в сторону, так называемых, закрытых методик, в том числе. Но, как правило, одно является альтернативой другого. И вот что конкретно выбрать в конкретном случае, все-таки зависит индивидуально от пациента. Вот так вот заранее сказать нельзя. Пропадают с абсолютно разными случаями. Например, проводя прием в поликлинике, вообще первая задача, это просто понять, сосудистая ли патология у пациента, который перед тобой. То есть провести некую дифференциальную диагностику. И в случае, если это действительно сосудистая патология, понять, что с ней делать дальше. Как правило, существуют два таких глобальных пути развития событий. Это вести пациента консервативно, наблюдать за патологией, когда она не требует хирургического вмешательства. И второй глобальный путь – это когда, к сожалению, наблюдать и вести консервативно уже не получается, и требуется хирургическое вмешательство. То есть, как правило, хирургия – это уже объективная необходимость, без которой не обойтись. Даже существует выражение, что лучшая операция – это та, которая не сделанная. И, собственно говоря, исходя из этого, хирурги, как правило, и поступают. Если, соответственно, патология не сосудистая, то задачу врача входит определить круг специалистов, которые бы могли дальше обследовать пациента и понять, что же с ним все-таки происходит, направить пациента к этому врачу. По возрастам, по полу, там, социальной принадлежности – это абсолютно разные люди. Сосудистыми заболеваниями болеют абсолютно все. Тут важно сказать, в какой, скажем так, в системе специалист работает. Если это коммерческая организация, то к сосудистому хирургу, ну, сердечно-сосудистому хирургу, пациент волен записаться самостоятельно, просто подразумевая у себя, возможно, как бы не знаю, на сто процентов, вот, болеет ли он патологией сосудов и сердца. И он записывается, и вот тогда, собственно, по алгоритму, который я только что рассказал, у нас с ним и проходит общение, консультация. А вот в государственной клинике все-таки есть определенный такой момент отбора пациентов на этапе консультации у врача общей практики, у терапевта. Там, вот, я полагаю, что все-таки есть некий такой отбор, да, и более, скажем так, прицельно, да, попадают пациенты уже с сосудистой патологии к врачу. Зависит сильно от того, какая операция выполняется. Открытым, опять-таки, или закрытым способом. При закрытых операциях вообще никакого шрама нет, просто маленькая надсечка, там пару миллиметров, которая быстро заживает. При открытой операции, конечно, дело другое. Например, при открытой операции на сердце путем, когда доступ осуществляется путем стернотомии, происходит разрез вдоль грудины, вот, то есть человека буквально пополам разрезают, кость распиливают, разводят две половины грудной клетки, достают сердце, берут ее в руку и, в общем, оперируют. Но это так довольно образно, чтобы понимать это вот о травматичности. От небольшого прокола, да, травма, до вот такого большого доступа со всеми, как бы, вытекающими обстоятельствами. Отвечая на ваш вопрос, разрезы бывают разные, травмы бывают разные. По пересадке сердца я этой проблемой никогда не занимался. Трансплантации, да, или пересадки по-другому никогда не проводил, но опыт оперирования, операции на открытом сердце имею. Сердце в руках держал, в том числе и бьющееся сердце и остановленное сердце. Когда сердце остановлено и, скажем так, функцию сердца в этот момент выполняет искусственное кровообращение, само сердце запустевает и превращается в такое, ну, скажем, как мышечную тряпочку, что ли. Оно вроде бы сердце по форме, но оно не бьется и оно обескровлено, собственно говоря, полости крови не заполнено и оно такое достаточно, да, податливое, как что-то, как тряпочка вот на вид мышечная. А когда сердце бьется, то когда ты держишь его в руке, ощущение, что она хочет от тебя убежать, что она тебе сопротивляется, что ему это не нравится. Может быть, если у кого-то были когда-то хомячки или там попугайчики, когда вы их держите, они пытаются вырваться. Ну, вот похожее достаточно, мне кажется, ощущение, как некий живой самостоятельный организм, да, отдельный, который пытается у тебя вырваться из руки. Плохо, конечно, жаба на груди жить, я думаю, никому бы не понравилось, вот. А если серьезно, то грудная жаба – это такое устаревшее название астенокардии. Подстенокардии подразумевают такой целый симптомокомплекс, то есть группу клинических проявлений, жалоб, основой которой является боль, то есть боль за грудиной, которая проявляется, как правило, при физических нагрузках. Это основное проявление так называемой ишемической болезни сердца, ну, скажем так, когда речь идет о хронической ишемической болезни сердца, стабильной, скажем так. Связано это состояние с нарушением кровообращения по артериям сердца, коронарным артериям. Как правило, развивается следствие закупорки, сужения просвета артерии атеросклеротической бляшки. Самоболезнь, которая провоцирует, называется атеросклероз глобально. Собственно говоря, сильно нарушает качество жизни пациент, не дает физически нормально человеку функционировать, ограничивает его физическую активность, ну, и угрожает более серьезными вещами, чем ухудшение качества жизни, а именно развитием инфаркта миокарда, то есть гибели части сердечной мышцы, с не всегда предсказуемыми, к сожалению, последствиями, вплоть до летального исхода. Вот коварство этого заболевания, этого состояния, скажем так, в этом заключается. Ну, безусловно, нет. Так говорить нельзя, потому что на 29 этаж, мне кажется, вообще не каждый человек поднимется здоровый, потому что просто сил не хватит, а если поднимется, то, конечно, запыхается, вот, а дышка разовьется. Диагностические критерии ишемической болезни сердца, они несколько иные. А дышка тоже может быть проявлением ишемической болезни сердца, как, скажем так, изолированной без сердечной недостаточности, как некий эквивалентственный карди. Не всегда плохое кровообращение в сердце, в артериях сердца, а влечит за собой боль в сердце. Иногда как раз проявляется тем, что человек начинает задыхаться при физнагрузке, а сердце, в общем-то, может и не болеть при этом. Иногда развивается так называемая сердечная недостаточность, когда вследствие плохого кровообращения, ишемической болезни сердца, сердце начинает еще плохо свою функцию основную выполнять. И тогда, собственно говоря, это может проявляться, это называется сердечная недостаточность, одышка. То есть вот генез такой одышки может быть. И все-таки это не 29 этаж, это, ну, второй этаж или первый этаж. Вот если человек задыхается или у него появляется боль за грудиной при подъеме на второй этаж, или тем более на первый, это может быть проявлением ишемической болезни сердца и требует, соответственно, дальнейшего диагностического поиска, дальнейших мероприятий, чтобы понять, а так ли это на самом деле или нет. Или это может быть связано с каким-то другим состоянием. Безусловно, помогает. И речь тут вот о чем идет. Почему это важно? Причина основная в том, что помочь человеку с инсультом важно в самые кратчайшие сроки. Существует так называемый терапевтический интервал. Это время от возникновения симптомов у человека с инсультом до уже проведения лечения определенного. Оно должно составлять не более 4-4,5 часов. Если проходит больше времени, то, к сожалению, развиваются уже в клетках, пораженных клетках головного мозга, необратимые изменения. И задача наша – спасти как можно большее количество этих клеток. К сожалению, по истечении 4,5 часов клетки мозга гибнут. И именно поэтому важно, чтобы как можно большее число людей могло распознать инсульт по клиническим проявлениям, по симптомам, по жалобам пациента, чтобы как можно быстрее этому пациенту оказать необходимую помощь. Что касается частности таких, скажем так, основных моментов, на что нужно обращать внимание, что максимальное количество людей должно знать, это то, что инсульт – это острое состояние, то есть развивающееся внезапно. На фоне относительного благополучия, когда мы видим человека совершенно обычным, вдруг внезапно развиваются определенные странные вещи. Например, внезапно ухудшается работа рук или ног, то есть человек внезапно не может нормально функционировать руками или ногами. Как правило, это с одной стороны, то есть это левая, рука или нога или правая, рука или нога, если попросить в этот момент его пожать со стороны поражения, больной рукой не сможет нормально пожать, если попросить вытянуть руку, то больную руку не сможет вытянуть в этот момент. Это дезориентация человека, он может не понимать вопросы, которые мы ему задаем, это нарушение речи, мы его о чем-то спрашиваем, он пытается нам ответить и может отвечать, собственно, бессвязно или вообще даже не может нам ответить. Если попросить высунуть язык, то, соответственно, это отклонение языка со стороны поражения, это опущение уголка рта, то есть это нарушение мышечной силы мимических мышц лица. Ну, это основные такие, скажем так, симптомы, на которые стоит обращать внимание при подозрении на инсульт. И первонаперво необходимо вызвать скорую медицинскую помощь максимально быстро такому пациенту. Ну, да, про закрытые и открытые операции мы уже немножко поговорили, преимущественно про открытые. Закрытые операции – это которые проводятся через прокол. И, казалось бы, как тогда доктор может понимать, что он делает и где он, собственно, манипулирует, когда, собственно, сам орган он и не видит, он не открывает его. Все дело в том, что существует так называемое контрастное вещество, которое можно вводить в сосуд. Существуют рентген-контрастные инструменты, которые мы можем видеть, просвечивая, собственно говоря, их и орган рентгеновскими излучениями на специальном устройстве, которое называется ангиограф. Он позволяет в режиме реального времени видеть и записывать изображение того, как кровь с контрастным веществом подкрашенная распространяется по сосудам, и мы можем видеть внутренний контур этих сосудов. Соответственно, в соответствии с этим уже манипулировать нашими инструментами и точно лицензиозно мы это называем, выполнять различные вмешательства, в том числе и на сосудах сердца. Речь идет здесь о стентировании. Сами сосуды сердца достаточно малого диаметра. Хорошо, если они 3 мм, 4 мм. Зачастую речь идет и о сосудах меньшего диаметра. Сердце – орган бьющийся при этом, то есть оно на месте не стоит, оно все время двигается. Поэтому это достаточно такая сложная процедура, высокотехнологичная, но уже хорошо отработанная. Существуют специалисты, которые вот этим занимаются. В частности, я этим тоже занимаюсь, стентированием коронарных артерий, артерий сердца. Это что касается закрытых вмешательств. Стентирование. Суть метода заключается в имплантации специального устройства, которое называется стенд. Образно он очень похож, ну если внешне пытаться себе представить, что такое стенд, на пружинку от авторучки, которая, имплант, конечно, это никакая не пружинка, просто внешне похоже на это, которая имплантируется внутрь сосуда и призвана отодвинуть все, что сосуд изнутри суживает, бляшку атеросклеротическую, вжать ее под высоким давлением в стенку сосуда, восстановив каркасность сосуда и восстановив проходимость сосуда. То есть суть этой операции в этом заключается. Требя как шунтирование, являющаяся альтернативой стентированию, это операция, при которой создается обходной маневр, шунт. То есть это операция открытая, сердце, необходимо открытый доступ к сердцу. И суть операции как раз в том, чтобы в обход засоренному участку, собственно, самим засоренным участком никаких манипуляций не производя, запустить просто, собственно говоря, по окольному пути кровоток. В качестве шунта, трубочки, которые выполняют окольный путь, используются собственные сосуды организма. Чаще всего это вены с ног, иногда и артерии, скажем так, из других мест, не вдаваясь в подробности. Они хорошо приживаются, поскольку являются собственным биологическим материалом пациента. Но это открытая, большая, травматичная операция шунтирования. Шунтирование более травматичная методика, поэтому сейчас шунтировать, в общем, постараются уже в тяжелых каких-то случаях. Как я сказал, уже при многососудистом поражении, про тяжелой какой-то анатомии, при кальцинированных, так называемых, стенозах, когда сужение не мягкое, а прям вот по плотности каменистое, когда стенд просто физически не может отодвинуть бляшку и раздвинуть ее изнутри. Тогда, конечно, применяются шунтирующие операции. Кроме того, существует еще экономический момент. Все-таки стентирование требует дорогостоящего расходного материала. И чем больше стендов нужно поставить, тем эта операция дороже. То есть такой момент тоже существует. Но если говорить про чисто лечебные и медицинские показания, то тут все-таки играет роль тяжесть. Все-таки в большинстве случаев менее тяжелые операции, которые требуют, скажем так, вмешательства на меньшем количестве сосудов или на меньшем количестве пораженных сегментов, они могут быть выполнены методом стентирования. Более тяжелое вмешательство. Тут стоит рассмотреть вопрос о проведении шунтирования. Существует даже такая шкала, синтакс-скорт мы ее называем, которая в зависимости от тяжести поражения как раз и определяет результат какой операции, открытое шунтирование и закрытое стентирование, будет лучше в отсроченной перспективе. При какой операции будет меньше вероятность, скажем так, неблагоприятных сосудистых событий в виде инфаркта в последующем. И как бы это попытка объективизировать, да, какую операцию лучше сделать пациента. Вот, собственно говоря, критерии такие. Ну, аневризм – это страшно, безусловно, и как бы коварство, и страшность, если можно так выразиться, заключается в том, что до поры до времени это заболевание абсолютно никак себя не проявляет. Большинство аневризм текут бессимптомно, и узнают о них люди и врачи, как правило, в ходе диагностики какого-либо другого заболевания, как находки, то есть параллельно с чем-то другим. Именно поэтому, скажем так, аневризмы часто манифестируют, то есть дают о себе знать уже, когда случаются какие-то необратимые изменения, а именно, да, они разрываются. И риск летальных исходов смертности при таких обстоятельствах, он очень высокий, может достигать там 50% и даже больше. В этом, собственно, коварство и сложность этих состояний. Под аневризмами обычно подразумевают расширение выпячивания патологические именно в артериях, а не в венах. Венах казуистически редко встречаются, и, в общем, мы практически об этом никогда не говорим. И вот, как я уже сказал, подводный камень основное в том, что они могут разорваться. Разрыв – это крайне-крайне сложная ситуация. Начинают, в общем-то, обследование можно заподозрить в некоторых, скажем так, участках, да, как в некоторых, например, брюшной аорты. На входе физикального обследования, то есть на приеме у доктора, он буквально может, положив руки на живот, определить крупное пульсирующее образование брюшной полости и заподозрить аневризму. Среди инструментальных методов здесь визуализирующие методики. Самые простые – это ультразвуковые исследования тех мест, которые, собственно говоря, доступны ультразвуку. Золотым стандартом всё-таки исследования является компьютерная томография. А именно такое сложное название – компьютерная томоангиография. Это исследование с контрастным веществом, когда подкрашивают контрастом, собственно говоря, сосуды, артерии. И на устройстве, которое называется компьютерный томограф, видят распространение контрастного вещества и могут уже, собственно говоря, увидеть саму аневризму и её внутренний контур. Абсолютно любые локализации, в том числе и артерии головного мозга. Существует другое исследование, тоже ангиография просто называется, но для него нужны там тоже свои отдельные показания для проведения. Смотря от каких занятий. Всё упирается в интенсивность. Скажем так, умеренная интенсивность и физические нагрузки, они полезны. Они тренируют сердечно-сосудистую систему, доказанные во всех рекомендациях по заболеваниям сердца и сосудов. Это есть, что умеренные физические нагрузки в то же время прописано 150-300 минут в неделю умеренных физнагрузок профилактируют развитие заболеваний сердца и сосудов, в частности, атеросклероза, гипертонии и таким пациентам это показано. А вот физические нагрузки повышенной интенсивности, то есть чрезмерные, которые сверхмеры, они могут сердцу, к сожалению, навредить. Бег относится к умеренным всё-таки физическим нагрузкам. 30-40 минут, там, 3 раза в неделю, или чуть чаще, это умеренные физические нагрузки, безусловно. С одной стороны, попадать ко мне не надо, в большинстве случаев, хотя порой люди попадают как раз за тем, чтобы понять, как ко мне на стол не лечь, да, операционный, как профилактировать те или иные заболевания сердечно-сосудистой системы. А так, как бы чудес нет, какого-то универсального совета тоже, наверное, сложно дать. Всё упирается в факторы риска. Нужно вести определённый образ жизни, модифицировать свою жизнь таким образом, заиметь вот эти вот, да, полезные привычки, которые помогут профилактировать эти заболевания. Ну, о них мы уже, в общем-то, поговорили, повторяться не хочется, поэтому контроль факторов риска. По достижении определённого возраста, это 45 лет для мужчин, 50-55 лет для женщин. Это профилактические осмотры у специалиста. Ну, это достаточно длинное обучение. Понятно, средняя школа, мы это не берём. Затем это вуз медицинский. В нашей стране это шестигодичное обучение, шесть курсов. Затем это поствузовское образование, так называемое. Нужно пройти ординатуру двухгодичную по специальности сердечно-сосудистая хирургия. И на этом как бы обучение формально заканчивается. Но впоследствии сердечно-сосудистый хирург, конечно, учится всю жизнь. Сначала у наставника определённого, который человека обучает, и со временем хирург научается определённым операциям, определённым навыкам, и может работать уже самостоятельно. Но всё же обучение проходит всю жизнь. Нельзя сказать, что на какой-то момент восстанавливается, поскольку и новые рекомендации выходят, и новые операции появляются. Предела совершенства нет. Можно осваивать какие-то новые навыки из каких-то, скажем так, других отраслей сердечно-сосудистой хирургии. Редко, когда один и тот же специалист занимается вообще всем. Когда он и кардиохирург, и сосудистый, и рентгенхирург. Поэтому, как бы, предела совершенства нет в этом вопросе. Хороший вопрос. Начинающий специалист, конечно, зарабатывает, очевидно, немного. Чем больше у тебя навыков, скиллов, чем больше ты умеешь, чем более опытный ты и врач, тем, очевидно, ты и более востребованный. И работодатель готов более высокую заработную плату тебе предложить. Но это касается, собственно говоря, любых сфер деятельности, не только медицинских. Затрудняюсь ответить от и до, если честно, сколько, поскольку не владею такой информацией. Но, как правило, конечно, это специалисты, которые зарабатывают неплохие деньги, так скажем. Это высокооплачиваемая специальность. Тоже разный. Можно стать и министром здравоохранения, как вот наш Шевченко, кажется, он кардиохирург, был министром здравоохранения одно время. А можно, в общем-то, и быть длительное время ассистентом, что называется, держать крючки. От очень многих факторов зависит. Где-то даже от везения, в какой-то степени. От наставника твоего, от того, где ты, в какое время, в какой момент оказался. Нравится реальная возможность помогать людям. Нравится испытывать это ощущение того, что у тебя все получилось, того, что ты сделал задуманное, и это реально принесло пользу. Даже вот, общаясь с коллегами, могу сказать, что, может быть, не совсем корректное сравнение, но как наркотик. Это приводит к выработке эндорфинов, дофаминов, и ты стремишься это ощущение вновь испытать. Реально возможность быть полезным и видеть результат своего труда положительный. Это нравится в профессии. Ну, прям, что бесит-бесит, наверное, такого нет. Могу сказать, что, как бы, с чем приходится мириться, это с тем, что ненормированный рабочий день, то есть ты приходишь на работу, и ты не знаешь, куда ты уйдешь с работы. Может быть, вообще даже не в этот день, да, а на следующий. Это нередкая совершенно история. Но это просто часть профессии, и нужно это принять, и, как бы, смириться с этим, если какие-то сложности есть. Все, жить с этим дальше. Я бы вот что хотел сказать. Поскольку путь достаточно длинный, и вряд ли он будет уж очень простым, скорее, будет сложным, будут такие моменты, периоды, когда будет хотеться, наверное, все бросить, когда человек будет задавать себе вопрос, зачем мне все это нужно, и все-таки постараться преодолеть эти моменты, не поддаваться каким-то семиминутным эмоциональным порывам и желаниям, просто перетерпеть, работать, идти дальше к своей цели, несмотря ни на что. И у меня были тоже моменты, когда было тяжело, но важно продолжать делать то, чем ты занимаешься, и не отступать, быть твердым, скажем так, вот на своем пути. Вот что бы я пожелал. Пожалуйста, будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!